Восток занимает большую часть территории Российской Федерации. И суша, и восток, и шельф. Это колоссальные по площади, пока не досвоенные еще регионы, свои специфики. Эта специфика явно выражена. Она заключается в удаленности региона от основных производителей оборудования российских, в слабой заселенности, в сложности логистики, доставки грузов при реализации проектов. Но есть и плюсы. Это близость к рынкам, как мы только что с вами проговорили. Поэтому эти особенности, конечно, они общие для всех проектов, не только для проектов «Газпрома». И мы, как координатор деятельности по реализации Восточной газовой программы, назначенной правительством Российской Федерации, видим эти особенности для всех проектов. реализуемых разными компаниями. Именно поэтому сегодня в своем докладе на конференции я постарался сделать акцент на том, что необходимо и дальше усовершенствовать условия ведения хозяйственной деятельности в регионе. Поскольку, если говорить о поставках газа на внутренний рынок Российской Федерации в этом районе, несмотря на всю его стратегическую важность для Российской Федерации, сейчас мы констатируем, что эти поставки для добывающей компании, для поставщика убыточны. И это неправильно. Соответственно, компания «Газпрома», я думаю, что другие производители газа вправе рассчитывать на улучшение насчет налоговой среды, тарифной среды и необходима корректировка механизма ценообразования на газ. Все в совокупности эти меры, они должны позволить, с одной стороны, мотивировать производителя газа к развитию производства природного газа здесь, в регионе. С другой стороны, газ должен быть приемлемым для потребителя по цене. И вот эти меры, которые мы предложили сегодня на конференции, довели их до сведений законодательной власти, исполнительной власти, они вот нацелены как раз на преодоление некоторого противоречия, которое сейчас складывается именно по объективным причинам, складывается в связи с капиталоемкостью этих проектов, которые «Газпрома» и другие компании реализуют. Поэтому мы очень рассчитываем, что предложения «Газпрома» в налоговой области, в области ценообразования, которые мы сегодня изложили, будут учтены. В частности, хотел бы выделить, например, такой вопрос, как необходимость совершенствования ставок НДПИ на газ. Такая работа правительством и законодательным собранием проводилась. Вы знаете, были на законодательном уровне оформлены некоторые льготы по месторождениям, которые расположены в Якутии, в Иркутской области, в Красноярском крае. Были даны некоторые льготы по НДПИ месторождений, расположенных на шельфе Сахалина. Но этих мер сейчас недостаточно. Необходимо, если мы говорим о Сахалине, например, дальше совершенствовать отнесение месторождений, которые здесь есть, к правильной категории запасов. Сегодня разница в ставках НДПИ, которые здесь взимаются на Сахалине, по 55 градусу северной широты проводится разделение. Она разнится более чем в 10 раз на порядок. То есть месторождения, которые к северу, от этой параллели расположены, платят в 10 раз меньше, чем месторождения, которые расположены к югу. При этом условия работы на шельфе Сахалина, они везде сложные, они везде сопоставимы. И, конечно, может быть, разница есть, но, конечно, не в 10 раз. Поэтому такое предложение мы сегодня сделали. Надеемся, что это будет услышано. Кроме того, есть необходимость совершенствования механизма исчисления взимания налога на имущество, поскольку все проекты здесь новые. Соответственно, имущество, которое будет формироваться, оно не самортизировано. И все затраты по этому налогу, они, конечно, будут относиться на себестоимость газа. И в ряде случаев это, конечно, может быть проблематичным для потребителей. Поэтому привлекли внимание тоже к этой проблеме. Есть принятый закон о развитии, социально-экономическом развитии Дальнего Востока. Он дает и хорошие льготы по налогу на прибыль для предприятий, которые развивают деятельность здесь, на территории Дальнего Востока. Но, к сожалению, из этого закона сделано изъятие по предприятиям добычи нефти и газа и транспортировки нефти и газа. На наш взгляд, это не совсем справедливо, поскольку, как сегодня в своем докладе я подчеркивал, именно нефтяники и газовики, выходя в эти сложные удаленные регионы, они фактически генерируют гораздо больше эффект для региона, чем, собственно, их непосредственная производственная деятельность. Они подтягивают смежников, они размещают заказы здесь, появляются новые кадры и так далее. То есть общая налогооблагаемая база кратно возрастает. Соответственно, на наш взгляд, есть необходимость вернуться к вопросу о предоставлении на начальном этапе реализации инвестиционных проектов газовых в этом регионе к вопросу о налоге на прибыль. И на период окупаемости проектов подумать, какие здесь шаги навстречу бизнесу государство могло бы сделать. В этом случае, конечно, большее число проектов может быть востребовано рынком. И, соответственно, это подстегнет объемы добычи газа в регионе, что важно. Тогда, если посмотреть на те рыночные тенденции, которые могут формироваться даже на рынке СПГ, наиболее премиальном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, эти тенденции, они неоднозначны. И российский газ, он должен быть конкурентоспособным. Соответственно, вот эти меры господдержки таких проектов, они позволят газу российского происхождения быть конкурентоспособным. Это очень важно, поскольку в условиях тех неопределенностей, которые есть на мировом рынке, газовом рынке в том числе, это позволит нам быть эффективными. Поэтому наши предложения, они из этого исходят. Надеемся, тоже наши мнения будут услышаны и рассмотрены. Вы подтверждаете свою высокую планку, которую вы задали. Это уже 18-я конференция. И каждый раз все очень комфортно участникам, поэтому с удовольствием все участвуем. Вот это уже традиционное мероприятие. Знаю, что конференция под эгидой Адама Смита планирует расширять тематику. Планируется проведение аналогичных мероприятий в целом по Восточной Сибири и Дальнему Востоку, не только Сахалину. Я думаю, что это можно только приветствовать, потому что тот высокий профессиональный уровень, который вы задали для Сахалинской конференции, если он будет применен в целом к Востоку России, я думаю, что вы найдете много откликов среди российских участников и зарубежных тоже. КОНЕЦ